Да, все включил. Ну, хорошо. Хочешь начать читать? Нет? Да, хочу. Давай. Добрый вечер. Сделать больше, сделать покрупнее или так? Нет, сейчас у меня хорошо. Ну, замечательно. Мы продолжаем разбирать тему свободы выбора в преломлении к тшуве. О том, как соотносится свобода выбора и тшува. У нас продолжение того, что начали в прошлый раз. Итак, я считаю, да, в процессе можно перебивать, если что-то непонятно, потому что текст на иврите мы читаем и сразу же переводим. Натан, спусти, пожалуйста, Лена. Да, слухам. Так, я читаю. Мы обсуждаем тему тшувы. Человек сделал, совершил какой-то грех, какое-то неправильное действие, и теперь он делает тшуву, возвращается. Объясним это, проясним это больше. Человек может сказать, что все зло в его действиях, в действиях человека сотворил Всевышний, поскольку он осуществляет творение во всякое мгновение. То есть человек может сказать, что все делает Всевышний, поскольку он же управляет всем, и таким образом переложить ответственность на него. Вегушенатан лохаим бешат авера. И он, то есть Всевышний, отдавал ему жизненную силу в час преступления. Он оживлял его, давал ему жизнь. Мог бы и этого не делать, остановить его каким-то образом. Такое здесь место. Улам зо эйнену хаймед. Однако это не есть правда. Поскольку между осуществлением действия Всевышним и между самим действием стоит желание человека. Это нужно понять, что есть все, что осуществляет Всевышний, и он давал силу человеку. Он сделал так, чтобы ничто ему не препятствовало. Ведь мог бы там поставить любое препятствие, чтобы человек не сделал то, что он задумал. И между вот этим, то, что Всевышний дал возможность человеку осуществить это преступление, и самим действием человека, стоит желание человека. Вот это свободное желание человека, о котором мы несколько уроков учили о том, что оно именно свободно. Оно как раз является решающим желанием человека осуществить это действие. Поэтому он не может как бы все свалить на Всевышнего. Человек грешащий, который совершает это преступление, желает зла своим свободным желанием. То есть вот это осуществить, он сам желает своим свободным желанием. И это является экраном, преградой между действием и между желанием Всевышнего. То есть желание человека совершить это неправильное действие, оно является перегородкой между действием и желанием Всевышнего. Я так понимаю. И поэтому говорит ему Всевышний. Поскольку твое желание было в этом действии, поскольку ты хотел этого действия, то и ответственность падает на тебя, говорит Всевышний. А если ты не заинтересован в этом действии, тогда устрани свое желание. И благодаря этому оно будет включено в Божественный взгляд. Как-то так. Насколько я понимаю, то есть вот это, то, что мы до этого учили, есть два взгляда. Взгляд с точки зрения человека, исходя из которого получается, что человек обладает свободой выбора, да, свободой желания. И есть взгляд божественный о том, что все находится под управлением Всевышнего, вплоть до деталей. Да, и если человек устраняет свое желание совершать то действие, которое он совершил, да, то тогда он получается, вот это действие, оно включается вот в этот Божественный взгляд, в это тотальное управление, да, вот в это знание Всевышнего того, что было, есть и будет. Так, если все более-менее понятно, я читаю дальше. Из этого следует, что нет действия, которое было бы абсолютно плохим. Убийство человека – это плохое действие. Но судья в суде, который осудил человека к смерти, осуществляет этим заповедь. Акт убийства приобретает другое значение, исходя из важности исправления общества. То же самое касается и любого плохого действия, которое человек выбрал совершить. До того, как человек совершил чуву, нет возможности рассматривать действия положительно. Человек действовал, исходя из отрицательной мотивации. И поэтому совершил отрицательное действие. Только после процесса чувы выясняется задним числом, что у этого действия был смысл, и оно произошло в соответствии с волей Всевышнего. И в этом свете можно понять высказывание Талмуда. Велика тшува, потому что благодаря ей намеренные преступления превращаются в заслуги, становятся заслугами. После того, как человек делает чуву из любви, выясняется, что была позитивная необходимость в действии, которые он сделал. Тут нужно пояснить, что есть два вида чувы. Чува из страха, из страха наказания, и тшува из любви, такая положительная тшува. Именно вот эта тшува из любви, она приводит к тому, что даже намеренные преступления превращаются в заслуги. Тшува из страха, по-моему, только намеренные преступления делает, как ненамеренные, а тшува из любви уже их превращает в заслуги, если они ничего не путают. «Без этого мир был бы неисправлен». И поэтому действие его считается заслугой. То есть намеренные преступления, которые совершил человек, если он сделал чуву настоящую из любви, тогда выясняется, что это действие было также от Творца, и оно было частью программы исправления мира, и, соответственно, оно превратилось в зхуд, то есть в заслугу. Здесь важно прочитать 20-ю износку. «Существует опасность в этой идее». «Поскольку человек может положиться на чуву изначально и грешить, рассчитывая то, что он в будущем сделает чуву, мудрецы предупредили, предостерегают в трактате Юма 85-б, «Тот, кто говорит, что я согрешу и сделаю чуву, тот не успеет сделать чуву». «В тот момент, когда человек в момент греха полагается на чуву». «Ка шэ меод ле та али ха чува, ле ахар мекен, ле йод шалем». «Тогда очень сложно процессу чувы быть совершенным». «Мишум шэ меу раф бору цуно шаля дам, мизма нахэ». «Поскольку в него примешивается желание человека во время греха». «Тут смысл такой, насколько я понимаю. Все дело в желании. Человек хочет совершить преступление, и он его совершил, не дай бог. Потом он делает шуву. В чем заключается шува? Что он должен устранить из себя желание к этому преступлению. Если он полностью себя устранил, тогда получается, что это уже другой человек. Он уже не хочет вот этого преступления, и, соответственно, он сделал как бы… Не он его сделал, его сделал Всевышний. То есть тогда он может по-настоящему сказать, что все управляется Всевышним. И выясняется, что действительно это действие играло определенную роль в исправлении мира. Но если в желании совершить преступление подмешивается вот эта вот хитрая мысль, что я потом сделаю шуву, тогда уже непонятно, как вот это желание устранить. Оно уже нечистое. То есть человек уже не может отказаться от этого желания, потому что в нем подмешана шува, и процесс… Не шува, а намерение сделать шуву за него. Поэтому процесс шувы затрудняется. И, насколько пишет Талмуд, вообще шува такого человека невозможна, насколько я понимаю. Так, продолжаем, да? Подними, пожалуйста. Да, слухай. Нет, подожди, в обратной… Подожди, ты прочитал примечание. Да, да, я двадцатую сноску прочитал. Так, а я не вижу. Там еще выше нужно поднять. Вот. Вот. Так. Источник этих слов Рава Кука можно найти в писаниях Аризаля. В главе Мишпатим в законах об убийце сказано «Тот, кто убил человека так, что он умер, или бил человека так, что он умер, тот будет предан смерти». Этот стих описывает человека, который совершил намеренное убийство и устанавливает этому человеку наказание в виде смерти. «Ля харми кен муфиа пасук». А после этого появляется следующий пасук. «Ва шер лот сада вэа элуким инали ядо вэсам тиле хамаком ашир янус шама». «А тот, кто не подстерегал, то есть не собирался убить, но Бог подвел ему под руку, инали ядо, «вэсам тиле хамаком ашир янус шам». «И положу тебе место, куда он может укрыться». Это известные города-убежища для ненамеренных убийц. Как сказано в Торе, человек колол дрова, и у него топор отлетел от топорища и убил человека. Всевышний, как это, инали ядо, подвел под руку. И для этого есть суд, то есть города-убежищ, куда он может открыться. «А метаэр мацав шебу адам клайлует кавэль лирцо». Значит, этот стих описывает ситуацию, в которой человек вообще не намеревался убивать. «Вэхараг ми тох жгага адам ахэр» и убил по ошибке другого человека. «Харима ацаба пасук зэ рэмэс ле талиха чува». «Аризаль» нашел в этом стихе намек на процесс чувы. «Ине расшитый вод инали ядо вэ самти лиха гу элуль». Первые буквы вот этих слов «подвел под руку и положу тебе» из этого стиха. Первые буквы составляют «элуль» название месяца. «Лермонский акадош баруху бэхаздо ина вэзимэн эдходэш элуль». Это намекает, что Святой Благословен Он по своей милости устроил месяц элуль. «Лахэн мишэ хатабе тохашана» «Лихоль мишэ хатабе тохашана» и всякому, кто грешил на протяжении года или в течение года «шэ яшу в азбе тшува» чтобы он смог совершить тшуву в этом месяце. «Вэйкаблугу» и его примут, и тшува будет принята. «Уваходы шазэ наэмар» «каро в хашэм лихоль курав» и об этом месяце сказано «близок хашэм всем призывающим его». Идем дальше. «Кашэр адам ша бэ тшува гу мэварэр бэ цура ретроактивит шэма асэ шэ аса ло ая ша лахло». Когда человек делает шуву, он ретроактивно выясняет, что действия, которые он сделал, не относятся к нему. «Эла хай луки мэна ля ядо» «Но бог подвел ему под руку». То есть, насколько я понимаю, вот это «бог подвел под руку» формулировка означает «жгага», то есть неумышленное преступление. Здесь описывается, что если человек совершает шуву, раскаивается в этом преступлении, тогда оно переходит в степень «жгага», из «донот» превращается в «жгагот». Намеренные нарушения становятся ненамеренными нарушениями. «Мелима амэватот эт никуда амабад шэ ла идя и лукид». И вот эти слова Всевышний подвел под руку, они выражают точку зрения божественного знания. Это то, с чего мы начинали весь этот раздел, вот это противоречие между свободой выбора и божественным знанием. То есть, то, что человек свободой выбора совершил, преступление, оно переходит через, благодаря тшуве, в разряд, в область божественного знания, в область божественного управления, то есть из свободы выбора человека переходит в божественное управление. «Ках гам мид баэр эм шеха пасук». И также проясняется в продолжении этого стиха. «Авасам телеха маком, и я положу тебе место». Маком го акадош баруку. Маком – место, да, это одно из имен Всевышнего. Ашер янус шамма. Куда он убежит? Акавана лехе. Имеется в виду грех. Насколько я понимаю, имеется в виду, что грех убежит туда. Вместо божественного знания. По-моему, так, да? Ну, да. «Ли маасэ ара еш маком эла вуихоль леасэф». У плохого действия есть место, куда оно может убраться. Ну, присоединиться как бы. Присоединиться. Собраться, да. Складироваться, я бы сказал. Складироваться, да. «Берега шаадам мавсик лирцот эт хамаасэ». В тот момент, когда человек перестает желать этого действия. «Кумэ шивэ тамаасэ бит шува эль хашэм». Он возвращает это действие в качестве тшувы Всевышнему. Вот это действие, оно было мое. Но когда я сделал тшуву, я это действие вернул. Оно теперь не мое, это теперь действие Всевышнего. Оно перешло в область вот этого божественного знания. Идем дальше. «Ках ира бэгитва адут йосеф ле хав бэ мисраэм». И так произошло во время раскрытия Йосефа своим братьям в Египте. Сейчас его признание. «Битва адут, но когда он признался». Ну да, да, когда он признался, что это я Йосеф. Да. Они, да. Йосеф немкар аль еде хав лавдут. Йосеф был продан своими братьями в рабство. У махират адам лавдут хима сэ хамур бэйотэр аль пиа турам. А продажа человека в рабство – это самое тяжелое действие, согласно Тури. «И тот, кто украл человека и продал его, если его поймали с поличным, будет признан смертью». «После многих мучений приходят братья к этапу, на котором они раскаиваются в этой продаже». И они также рискуют жизнью, соглашаются пожертвовать своей жизнью, для того, чтобы спасти другого брата. Это Беньямин. Спасти Беньямина. И в этот момент, в момент, признается им Йосеф, раскрывает им, что он Йосеф. И раскрывает им, что это действие продажи является хорошим действием. И дальше идет цитата из Берешит 45 главы. «И теперь не печальтесь и не скорбите, что вы продали меня. Потому что ради жизни, ради оживления послали...» Потому что прошло два года голода в земле и еще пять лет, в которые не будут пахать и собирать урожай. «И послал меня Всевышний перед вами для того, чтобы остался вам остаток, остаток, да, имеется в виду, жизнь осталась в этой земле, и оживить вас великим спасением». «И вот это не вы послали меня сюда, но Всевышний». «И он сделал меня, поставил меня отцом фараону и господином всего его дома и правителем всей земли египетской». Вот это пример из Торы, где плохое действие, то есть продажа человека в рабство, продажа брата в рабство. В конечном итоге, когда они сделали Чуву, оказалось, и Иосиф им рассказал, что это было хорошим действием для того, чтобы спасти народ от голодной смерти. И в итоге, чтобы там, как мы знаем, размножился народ и вышел оттуда с великим достоянием. «То, что Иосиф попал в Египет, это спасло мир от голода». «Хим ом нам махрует Иосиф метоха сина ше хашу клапав». «Братья, хотя и продали Иосифа, исходя из ненависти, которую они чувствовали к нему, «вэсин ад ах ги давар нора». «А ненависть, братская ненависть – это ужасная вещь». «Ах бамабад лахор лулей гасин ахазу гем логаю мохримотова Иосиф логая магия ле Митраем». Но, как бы, если задним числом, если взглянуть назад, если бы не эта ненависть, тогда они не продали бы его, и Иосиф не достиг бы, не попал бы в Египет. «Поскольку после того, как они сделали шуву за эту ненависть, то есть после того, как они сделали шуву за эту ненависть, выясняется, что Всевышнему было необходимо это действие продажи, и он основал управление миром на этом действии, что ли, как-то. «Ид каль гел ле улам бэм цауд». То есть он включил вот эту их ненависть в программу управления миром. «Адавар мит гале ле ахим рак ле ахад ше эм шау бэ шува». И это открылось братьям только после того, как они сделали шуву. «Мишум шаколь од хэм рацу» – это маосе «ху немдад рак аль пи оламам». Потому что все время, пока они желали этого действия, пока они не раскаялись в нем, «ху немдад рак аль пи оламам» – оно как бы измерялось мерками их мира. Как-то так. Не с точки зрения управления высшего, а с точки зрения их, вот этого узкого мира, в котором ненависть к брату, продажа его, оно считается грехом. Оно и есть грех. До того, как они сделали шуву. Итак, мы переходим от философской трудности, от философского вопроса, на первый взгляд, переходим к тяжелым моральным последствиям или к весомым моральным последствиям в теме шувы. То есть мы начали вот с этого философской парадокса, что с одной стороны свобода выбора у человека, с другой стороны Всевышний знает все наперед. И вот мы забрали о том, как на примере шувы реально свобода выбора может включиться в управление, высшее управление. И более того, какие-то намеренные преступления могут стать… То есть человек осознает, что они были частью плана, они были божественного плана, и они были в конечном итоге к добру. Народ, кто-то что захочет сказать? Да нет, вроде все понятно, как в прошлый раз обсуждали. Мне, честно говоря, это не очень понятно. Алло, Анна. Да, мы тебя слышим. Да, мы тебя слышим. Да, конечно. Знаете, какой вопрос? Если греховное деяние остается все-таки на уровне плана, в голове человека, но оно очень ярко выраженное. Вот он его вынашивает, постоянно с ним живет, но тем не менее до действия не доходит. Вот как с этим в этом случае быть? Было что-то на эту тему насчет того, что вещи, которые действительно задуманы, но не осуществлены. Насколько я помню, там какая-то разница есть между евреями и невреями. Это я так очень осторожно говорю. По памяти. Ну, на самом деле, я не знаю, с точки зрения лохи, но вот когда мы учили Рава Кука на эту тему, там ситуация такая, что у любого действия, у него есть два сообщника, человека всевышненький. У человека есть желание совершить преступление. Он вынашивает. Но если Всевышний не создаст ему условий, допустим, он идет что-то украсть, но, допустим, в этот момент другой вместо бабушки Божьей одуванщик сидит мужик с ружьем, и у него все его действие идет на смарку. Не получилось. Либо там просто у него он заболел. Все что угодно может произойти. Но если так случилось, что он все-таки это сделал, получается, что Всевышний ему дал такую возможность. А мог бы не дать. У него есть множество значений. Получается, что возможности не дать. И получается как раз вот этот момент, что когда человек делает шуву, он отказывается от своей части, он устраняется от своего желания, и остается второй сообщник этого действия, то есть Всевышний, который вот это подвел под руку. И тогда Всевышний, получается, берет на себя вот эту ответственность и выясняется, что уже все было в его плане. Да, вот я нашел это выражение хотя бы. Называется «церуф махшавалы маасы». Вот это то, что у меня было в голове. То есть как бы засчитывание намерений за действия. Ну вот одно из направлений такое «махшава тувамит церафетлы маасы». Если махшава как бы направление мыслей хорошего, но человек не осуществил, то ему может засчитаться, как будто он это сделал. А в случае махшавы как бы нехорошая, а наоборот злодейская, то это нет. Злодейская мысль не считается действием, пока она не осуществилась. Ну да, вот что-то типа этого. Но, честно говоря, вот до как бы вот этого вот более, ну, скажем, теоретического, то, что Александр говорил, с практической точки зрения, мне, честно говоря, это не о чем понятно. У меня такое ощущение, что вообще здесь какая-то как бы попытка отбить с точки зрения религиозной, в общем-то, зла в мире. То есть каким-то образом сказать, что ему есть место, и оно может открутиться назад и как бы собраться в каком-то месте. Если вот будет некоторая операция живой, тогда как бы снова кубики, а не кубик-рубик, он снова переиграется. По-моему, это как бы... У меня такое ощущение, что это какая-то попытка отбить вопрос, а как такое может быть, что вот в мире, который создал Всевышний, существует зло. И если как бы он всем управляет, то каким образом может быть зло? От него зло не может исходить. И тогда как бы вот, ну, я не говорю, придумывается, но запускается вот этот манганон, этот механизм как бы тшуры. Ну, вот я помню, что даже Ханан Парата читал. Насколько я помню, вот про историю Йосефа и его братьев, он все-таки там говорит такая вещь, которая мне гораздо более близка. То есть он говорит совершенно то, что братья сделали, это как бы абсолютное зло. И совершенно не... Это не было в задумках как бы Всевышнего. То есть Йосеф попал бы в Египет, но для этого совершенно не надо было его продавать туда. А как бы по-простому, а по-моему, то, что пишет Равжеп, где там получается так, что вот это вот Бадиават, то есть как бы Апасля, действительно, вот это то, что они его продали, это было необходимой как бы частью развития как бы божественного плана, просто они как бы про это не знали. Я не знаю, мне как-то довольно трудно с этим на самом деле смириться, потому что мне как-то более понятна идея такая, что да, Йосеф должен был туда попасть для того, чтобы осуществился божественный план, далеко идущий вообще, чтобы евреи спустились в Египет и потом вышли оттуда, из Равса стали свободными, получили Тору, ну и так, 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 так. То есть это была часть божественного плана. Но они могли туда попасть совершенно не... Йосеф мог туда попасть совершенно не потому... Или евреи могли попасть туда совершенно не потому, что как бы братья продали его туда, и с них это не снимается. Вот это как бы мне мешает. Не знаю, мне так кажется. Потому что иначе как бы... Да, мне так кажется, что на каком-то как бы другом уровне, более близком к нам, да, скажем, часто говорят, что вот... Ну, я не знаю, как это более мягко сказать, но государство Израиль, оно возникло как бы в следствии катастрофы. Но я тоже могу сказать, если не было катастрофы, то не было как бы государство Израиль. Да, получается, что катастрофа, это была как бы, я не знаю, необходимым шагом для того, чтобы вот собрать евреев, чтобы они как бы пришли. Потому что иначе бы как бы они пришли. Не знаю, мне это трудно, мне это трудно как бы... Трудно... Не знаю, насколько немцы сделают шву там и так дальше. Мне это тяжело принять. Я это не очень честно понимаю. Да, на примере с Йосефом как бы более-менее отбивается. Мы увидели, есть какая-то как бы в этом логика, да? Но мне это не очень понятно. Мне не очень понятно, что как бы вот так вот снимается это все с братьев. И действительно, то, что они делали, это как бы складывается в каком-то месте. Вот божественный склад, в котором как бы все дела после шага, они складываются как вот уже как бы необходимая часть развития и плана. Мне это не очень понятно. Не, ну если так раскручивать, можно сказать, что у братьев тоже не было выбора. Он доносил о них худую молву, что там некоторые комментаторы интерпретируют как покушение, в общем-то, на убийство. Ну да, но это, понимаешь, сейчас как бы... Бессадер, но ты немножко как бы в сторону, понимаешь. Мы как бы считаем по... Берем за основу аксиому, тоже сказать, то, что в виде рапширки, что продажа Йосефа, то есть продажа брата в рабство и вообще продажа человека в рабство, вот, это вещь очень как бы, это очень серьезное преступление. То, что у них могли быть какие-то основания, то есть все, пятое, десятое, ну там метраж может как-то дел как-то раскрутить, правильно, да, мы их знаем. Ну так, по-простому они сделали ужасную вещь. Не могли там подозревать, то есть все, пятое, десятое, что они хотели его вообще изначально убить, а потом упродали, это однозначно преступление. Вот. Да, ну вот как бы рапширки, мне как бы, мне это трудно принять. Слушай, а можно еще сказать, ладно, есть вот этот механизм шоу, это очень хорошо, но наказание-то никто не отменял. Ну, не зря же мы же говорим, что вот там десять мудрецов, а Киева тоже пострадала, в общем-то, за ту продажу. Ну да. Так что есть и то, и то. Да, поступили плохо, но за это как бы чуть позже пришла расклад. Да, да, это тоже, ну, такой принцип есть. Мне кажется, здесь не говорится о том, что вот эта продажа была необходимой, да, необходимо было им попасть в Египет, да, и они могли бы там попасть другим каким-то путем. То есть, если мы скажем, что она была необходимой продажа, да, она была задумана Всевышним, получается, что у них нет свободы выбора, да, а это противоречит вот этой аксиоме, которую мы приняли изначально, что у человека есть свобода выбора. То есть, получается, что они совершили преступление, которое Всевышний не замышлял, но после их преступления он начинает как бы изменять вот эти пути, которыми все придет к цели, которую он задумал. А тогда получается, что и свобода выбора у человека есть, и преступление совершать нехорошо, да, никто не говорит там, что, то есть, только задним числом шува, да, их превращает. Вот, но как бы Всевышний, он как бы исправляет все вот эти, за человеком убирает, да, все, что он тут накосячил, да, он это меняет свой план, как бы с учетом всех вот этих преступлений, да. Опять, не знаю, я говорю про свои ощущения, да, у меня такое ощущение, что, ну, как бы Раф Шеркетт, такая попытка набросить человеческую понятийную логику на, не знаю, механизм божественного управления мира, чтобы нам было как бы более понятно. Если это кому-то помогает, ну, окей, Сэдр, действительно, может быть, как-то кому-то помогает, что он строит более-менее логичную схему, правильно? Вот, но мне лично, например, это не очень помогает, потому что какие-то вещи, они остаются как бы непонятные, и вот эта вот попытка набросить понятийную сетку, такую человеческую, как бы показать вот этот механизм шувы, как он работает, все, это какая-то такая инженерия получается, как бы туда отработать, потом обратно, потом обратный ход дали, потом обратно собрали туда, а потом так, так, и как-то. На может, это не такой, типа, ну, не знаю, мне неудобно, как бы, ну, это типа кубик у Рубика получается, вот у вас он разбросанный, а вот так, 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 и цвета сложились нормально. А, ну да, теперь как бы понятно. Мне это не, мне это как бы, не знаю, но по какой-то из там лекции, по-моему, я это запоил в прошлый раз, Марту Зайпус, мне как бы это запало, там тоже в очередной раз, поскольку это каждый раз, когда начинаются какие-то самые крутые разборки, все равно все упирается как бы в вопрос катастрофы, да, и вот там из зала как бы задали вопрос Раушерке, ну, и там опять по походу Рамбама и все, потому что там Мурен и Рухим, путеводитель растерянных, либо заблудших, вот, а тогда Раушерке говорит, а зачем вообще все это приводить, гораздо проще просто использовать вот такую аксиому, которую сказали мудрецы, что эта аксиома говорит, как бы знаменитый, как бы постулат, который выражает главную непонятность этого мира именно. Раша витовло, цадик вирало, то есть как бы злодей и кайфует по жизни, то есть ему все хорошо, у него все складывается, а он говорит, праведник, он страдает. Как это понять, невозможно. То есть оставить этот парадокс как болезненный парадокс, и все, да, и не решать его. Хотя есть логические там способы его решать. Мне, вот в том, опять, если я как бы понимаю до конца правильно, мне кажется, мы более-менее разобрались, этот текст, ну, как бы, понятный на нашем уровне. Мне не нравится, как бы, мне с трудом принимается ситуация, когда со злодея снимается, как бы, его это. Притом, говорит, что он сделал тшуу. А где мы в то же время Юсефа видим, что они сделали тшуа бы аава? Тоже, кстати, вопрос. Но они были дико напуганы тем, что оказавшийся, что это правитель Египта, оказался вдруг их как бы братьям. А где там аава? Они его боялись просто, дико, и все. Они его испугались. Он им после смерти отца вообще говорит, вы как бы не бойтесь, все. Он видел, что они как бы все зажались, и подумали, ну, все, вот отец умер, как бы теперь он с нами рассчитается. А где там аава было? Я что-то не вижу вообще. Можно еще одну мысль? Да, конечно. Высказать. Мы же говорим, что Всевышний направляет, в общем-то, двумя мерами. Мерой суда и мерой милосердия. То есть, шевать как раз есть тот механизм, когда проявляется мера милосердия. Ну, хорошо, братья поступили плохо. Если было только меру суда, всех на эшафот, ну, и как бы конец истории еврейского народа, не успев начаться. Я тебе скажу так. Ну, я помню, как бы мне мешает такая штука, что это опять же, можно прочитать еще раз, потому что Равшекшин четко это сказал, что после того, как братья сделали пшеву, как бы их деяния, которые в их глазах было, как бы все на неправильном взломе преступлениям, вдруг оказалось, что это часть божественного плана. Вот мне как-то не кажется, что это должна быть часть божественного плана. Это просто так пошло, как бы, наискосяк, правильно? Потому что они были в этот путь. Но, по идее, так не должно было быть. И, как бы, получается, что Всевышний был, как бы, в каком-то, ну, не знаю, в сговоре. Но это была часть его божественного плана, что, на самом деле, они продадут, как бы, Йосеф. Мне, как бы, казалось бы, гораздо более правильным сказать, что нет, это чисто их вина, и все это с них не снимается абсолютно. Мне так кажется, не знаю. Нет, ну, то, что она с них не снимается, это же потом было и наказание, вот эти десять праведников там и так далее. Да, может быть, как раз потому, что они сделали душу из страха, поэтому им пришлось, ну, народу отвечать за это. Возможно. Да, смотри, как бы, много непонятно. Я не знаю, взять того же, опять-таки, сейчас, как бы, внутри истории Йосефа и его братьев, взять Якова, который, как бы, потом уже бодиават. Все-все-все узнали, все знали. То есть, наверное, Яни Якову тоже рассказали вообще, что, как бы, и продали, и все, и пятый десятый. Он в своих напутствиях, благословлениях, он вообще про это не говорит. Он их вообще не укоряет. Он вообще про это не говорит. Зачем вы продали Йосефа, и все. Шимон или Билл, вспоминатер, или они ему так и не сказали про это, непонятно. Значит, если мы потом откручиваем до десяти праздников, десять праздников слегка, ну, окей, когда-то, потом, через века, получилось какое-то воззнаяние. Ну, как ли конкретно по братьям, ну, непонятно, в чем я говорю. Ну, у нас, наверное, нет времени и, как бы, направления заниматься исключительно историей Йосефа и его братьев. Я, честно говоря, и Чуву тоже, они особенно вижу, где у них, как бы, Чува. Особенно Чува-Миава, Каева. Они просто его дико испугались, и все. Понимаешь? Не знаю. Но как механизм, опять, я думаю, что мы поняли то, что Раф Шерти говорит. Это, как бы, наверное, на каком-то минимальном уровне, примитивном, типа, как у меня, скажем так, должна быть у человека возможность какого-то отработки назад. Мы говорили вот этот сэр, этот фильм, который идет в одну сторону, в другую сторону. Помните, это идея была. У человека должна быть возможность какого-то отмытия, возвращения, вот этого гуляния по, возвращения по, по шкале времени, да. То есть он должен, он не может все время накапливать, поэтому емкий пур и все так. Но когда вот такой вот механизм, как Раф Шерти говорит, не знаю, меня это как бы не то, что не убеждает, но мне это однозначно трудно предать. Не знаю, вот я не дошел. Нет, ну у нас же есть, это даже не аксиома, это истина. Одна из принципов Фрамбама, что всем управляет Всевышний, и поэтому это попытка примирить уже вот эту аксиому о свободе выбора к постулату, то, что всем он управляет. И здесь вот есть как бы такая ниточка, что человек может сделать шву, и тогда получается, что все это часть, часть плана, которая, опять же, вовсе не факт, и, скорее всего, даже не так, что это было замыслено. Может быть, я согласен. Может быть, еще как бы такой момент, если бы я для себя сделал такую поправку на блин, это бы мне помогло. О том, что вот этот механизм, который мы прочитали, он работает до, скажем, злодейства какого-то определенного уровня. Если человек, либо группа людей совершает злодейство, которое, ну как бы, переходит этот уровень, глобальное злодейство, тогда как бы все. Он не может сделать шву, он не может вернуться. У причин столько страданий стольким людям, он не может сделать шву. Он как бы раша гамур, все. И поэтому как бы вопрос большой, каким образом Всевышний допускает, что такие вещи произошли в мире. Это непонятно. Мы можем себя утешать идеей о том, что, ну это нам не видно непонятно, а как бы через столетия, но вот люди увидят, что на самом деле как бы гамзел и тоф, то есть в этом тоже была какая-то крупица вообще какого-то продвижения, и без этого бы невозможно было. Но когда человек находится внутри этих событий, я не знаю, по-моему, нормальный человек не может это принять. Эллин Кен, он просто, не знаю, прикрывается каким-то религиозным пониманием или еще что-то, или какими-то религиозными догмами. По-простому человек, находясь внутри каких-то ужасных событий, он не может этого понять. Не может. Это высшее его понимание. Так мне кажется. Ну да, но вы же учили опять же про Йова, что в тот момент, когда он в этом ужасе находится, он не может принять. Причина там его укорять и так далее. Но это именно за одним числом. Швата она и есть потом. Что потом человек начинает задумываться за что и что из этого хорошего вышло и так далее. Да, вот именно в процессе, да, действительно. Да, но опять, смотри, я не хочу, как бы, называется лакшот, я не хочу упираться рогом, да, и говорить, что я такой, как бы, упрямый и невозможно меня, как бы, уговорить. Знаете, мы посмотрим, как бы, на историю приводят в голову те злодеи, которых мы знаем, да, и которые мы видим. И не видишь, кто-то из них делал какие-то чувы. Ну, как были злодеями, так все. Либо они, либо их убивают, либо они сами самоубийство окончают, ну, все, никакой чувы они не делают. Может быть, говорится, какой-то человек Бейнуни, там, или какой-то средний человек, ну, преступления на такие сделаны, знаю, украл что-то, там, с чужой женой, так умура не умура. Но когда мы видим крутейшие злодеи в мировой истории, да они никакой чувы не сделают. Нет, ну, здесь не говорится, да, о том, что все там будут спасены, я не знаю, да. Да, есть злодеи, про которых сказано, там, Мот Юмат, про которых сказано, там, Карет, да, что отсечение души от источника жизни и так далее, да, вот это все, который не раскаялся и исчез, да, там, другой вопрос, что значит, исчез и так далее, да. Вот тут говорится о том, кто делает шуву, да, вот его именно превращают с хуёд. Как вообще можно говорить о том, что что-то в этом мире происходит случайно, когда религия утверждает, что в этом мире ничего случайного не бывает. Как-то может быть случайно. Как он ему подвернулся под руку. Он не может ему подвернуться под руку. Значит, его подвели под руку ему, значит, ему как бы у него на раду было написано, я не знаю, есть всякие выражения, в том числе и в русском языке, правильно, иначе это невозможно понять. По-моему, как раз в Талмуде объясняется вот эта тема случайного преступления, что человек там замышлял его или там в прошлой жизни что-то сделал, то есть в любом случае всё не случайно. Если с ним случилось, если он случайно кого-то убил, то он каким-то образом всё равно в этом замешан, либо мыслями своими, либо ещё как. Да. Наверное, постановка вопрос такая, поскольку религия, иудаизм, наверное, любая религия, потому что иудаизм точно говорит, что в этом мире есть Баал-Абайт, есть хозяин. Всё делается по его веду. Ничего случайного быть не может. Поэтому, когда мы видим ситуацию, когда человек, я не знаю, у него топор отлетел, это как называется, верхняя часть топора, да, отлетела и, не дай бог, кого-то убил. Как такое может произойти? Такого не может быть? Тогда вот вступает этот механизм объяснительный, который нам пытается объяснить, что на самом деле это нам представляется случайно, а на самом деле это не случайно. Ну, окей, потому что иначе понять невозможно. Так что... Николай, пожалуйста. Николай. Здравствуйте. Можно вопрос, пожалуйста? А вот касаемо топора, ну, только что вы сказали, что человеку случайно отлетел топор. А здесь может работать механизм меры за меру? То есть он в прошлом что-то сделал такое равноценное тому, что у него сейчас топор отлетел. И как бы не... Ну, вот такое может быть вообще гипотезическое? Да. Смотри, я думаю, что да, но тот же самый Равшакик это большая опасность. Почему? Потому что, грубо говоря, самое главное это древко топора правильно прикреплять к его. Вот как это по-русски называется эта вот штука, которая металлическая? Топорища. Ну, правильно. Топорища это деревянная штука, а металлическая как называется? Это топор. Топор. А, ну вот хорошо. То есть по-простому привязывать надо хорошо, чтобы не отлетало. А если отлетело, то у тебя будут судить за то, что непредумышленное убийство. Это как бы по-простому расчет такой, самый главный. А вообще-то, конечно, да, вот дальше это объясняется, наверное, ему там за что-то и пятое десятое. Но человек, который плохо привязал эту штуку, топорища к этому, у него отлетело. Он не может это говорить. А, ну отлетел, написано, на роду было написано. Ну, что ж теперь делать, дорогой? Ну, значит, предки у тебя что-то сделали, у тебя что-то было. Ты привязывай вообще нормально, тогда же бы не отлетал. Такая, наверное, идея. Ну, а вот не помню, как зовут Раби, Виноград Ракис, 400 бочек. Он же у учеников спросил, вы, может, вы видите, что-то во мне не так. Они ему сказали, он в себе этого не увидел же, что он кинул там работников. Потом он сделал шуву, оплатил им все, как положено, и случилось чудо, оно стало вином. Здесь, может быть, тоже только в обратном смысле. У него вот такая ситуация, здесь вот такая ситуация. Ну, то есть, как бы это все взаимосвязано. Мне так кажется, я не знаю просто, может, я ошибаюсь. А еще вот у Фаермана, я слышал тоже в эту тему, он говорил, что у каждого человека там пример про две двери. Выйти в одну дверь, выйти в другую дверь. Как бы замесло, Всевышний как бы знает, то, что, ну, как человек выберет. Но человек выбирает, только в какую дверь выйти. Так и с братьями, наверное, произошло. А, ну, Яков же ничего им не упомянул, потому что концовка-то хорошая. Все же. Ну, Яков, это такие мысли. Ну, понимаешь, концовка должна быть хорошая. Почему? Потому что должна быть книга, в которой хорошо кончается, ее читают каждый год там и так дальше продолжают. Понимаешь? А если все кончилось, не дай бог, набрать в Хюсефону, так как бы все, тогда и как бы история не было бессмысленно было прочитать каждый год и пятый и десятый. Так что там задумано. Авраам тоже, когда он приносил Акидат Ицхак. Ну, хэппи-энд, вообще говоря, мы на этом говорим, что Авраам-то не знал, он по-настоящему вообще, говоря, думал, что он в жертву приносит и все. Понимаешь? Если бы он Ицхака принес в жертву, так все, уже никакой бы книги дальше не было. Не, ну, тут все-таки право выбора есть, восприятие наше. Либо мы в позитивном воспринимаем это все, и тогда нет хэппи-энда. Либо, вернее, тогда хэппи-энд, либо в негативном. Но если вот так вот каждый раз, при каждой ситуации, ну, вот у человека отлетел топор, да, случайно он убил человека, а он вспоминает, что царь Давид говорил. Ну, я не знаю, я правильно сопоставляю это или нет просто, я могу ошибаться. А человек в этот момент говорит, даже когда меч у меня на голове, и из этого понимает, что это все от Творца, значит, это не просто так произошло. Ну, вот как бы, это как-то связано или нет? Такой может быть расклад? В любом же случае. Если с позитивной стороны на все смотреть. Смотрите, человек не может позитивно смотреть, если он убил кого-то, потому что он топор плохо привязал. И он в любом случае наказание не получит. Просто Тора говорит, Тора говорит, как бы есть кровная месть, правильно? Была такая, сейчас такого нет, как бы кровной мести, правильно? Но как бы в те времена была кровная месть. Так вот, его нельзя этого человека убивать, потому что у него как бы особая ситуация, он непредумышленный. Поэтому как бы специальный вот такой механизм этих города-убежищ, где он должен находиться, и все. То есть как бы все понимают, что это произошло как бы по его вине, то есть вот, но он как бы, то, что называется, непредумышленный. Поэтому у него есть такая возможность спастись. Вот если он там убежит, его до этого времени не поймают, это там пятое-десятое, да? То есть, ну вот, это вот какая-то, по-моему, это какая-то подработка человеческих законов под непонятность божественных планов. Ну вот, скажем так. И вот эти вот аремиклад, они тоже, они тоже как бы для этого. Но человек сам по себе, ему нельзя говорить, оправдать свои, как бы, непредумышленные убийства тем, что он будет пытаться объяснить тем, что человеку на самом деле это все было задумано, и он уж не так уж виноват. Тут же в другом смысле, что он не про него говорит, что ему задумано, а про себя говорит, значит, мне за это прилетело, за то-то, за то-то, и надо копаться в себе, искать, наверное, так. В этом позитив. Не в том, чтобы в другом увидеть, за что ему прилетело. А почему со мной это произошло? Это же не просто так. Это как бы, месседж такой от Всевышнего, в этот же момент навсегда. И если вопрос задавать, а что от меня сейчас Бог хочет? Ну, мне кажется, ну, хотя, мне кажется, я не знаю. Нет, все правильно. Мне кажется, в принципе, человек должен подумать в следующий раз, вообще говоря, надо получше привязывать топоры и бежать как можно быстрее до города, до ближайшего города убежища, пока тебя не убили родственник. Вот и все. А там он будет сидеть все это время, пока Коэна Гадоль как бы не умрет, тот, который на этот момент, и он не освободится. Будет обдумывать свои действия. Вот, наверное, такая, вот у него такое расписание по жизни будет. Так, наверное. Спасибо большое. Я извини. Нет проблем. Нет, все, все нормально. Это как бы сложные вещи. Мне самому не очень все понятно. Окей. Ну, хорошо. Продвинемся дальше. Да, у нас следующий раздел интересный. Да, давайте. У нас еще сколько-то времени осталось. Мы можем хотя бы начать. Можем начать. Да, у нас такая вот потрясающая следующая большая глава, которая называется «Хавая адатит». И «Хавая» труднопереводимое слово, но, в общем, это некоторое религиозное бытие, религиозное переживание. Лохвод – это что-то типа переживать, хотя нет однозначного перевода на русский язык. Это то, что по-английски «экспириенс» переводится. Но это вот какое-то религиозное переживание, религиозное существование. Религиозное чувство еще есть. Религиозное чувство, да. Но это как бы даже не… «Хавая» все-таки, «Лохвод» – это не просто чувствовать, а это как бы осуществлять свое чувствование, то есть как бы переживание и чувствование. Переживание. Да, это переживание, переживание на самом деле. Просто по-русски переживание – это типа того, что это тоже опять какие-то эмоции, да. Вот он очень переживал, типа того, что волновался там и все прочее. А переживал, на самом деле, что он жил свои эти чувства. Вот в этом как бы идея – это «хавая». Ну, хорошо. Поэтому, может быть, как бы оставить это слово «хавая», просто более-менее помните, как мы сейчас перевели и все. Да, «хавая» «датит», «агиша» «абикуртит». Вот первый параграф у нас такой. Вот это «хавая датит», то есть как бы религиозные ощущения, переживания, как угодно. Подход «эбикуртит», такой критический подход к этому понятию. «Накубальба ула марохла таберер хавая датит». Это что вообще в области гуманитарных знаний, скажем так, или, ну, да, принято говорить о «хавая датит», религиозном, как бы, переживании. Ма миста термия «харея мунаха зэ», ма и о та «хавая датит». И что же, как бы, скрывается вот за этим термином, за этим понятием «хавая датит», религиозное переживание. Агдарамы, кубэлят, и ше «хавая датит», и итнасут рикшит шельяхит быкэш рим айло. И, как бы, принятое определение заключается в том, что «хавая датит», цельюзное переживание, это означает, как бы, то, что человек эмоционально испытывает, переживает связь с Всевышним. Агдарану, сэфет, есть дополнительное объяснение в скобках. Кстати, в скобках написано, что она несколько парадоксальная. «Шенильветла, агдаразу», который сопровождает вот это вот определение, которое мы сказали, да, и «шерак нефиш датит, не сугэрит лохвод хвая датит», что только, дальше Раф, как бы, пишет Раф Шерки в хавычках, только, как бы, религиозная душа, она способна переживать вот религиозное существование, религиозное бытие, скажем так. «Бэмэли махэро», другими словами, «Анашэм дэтийм, эмбалэй, нефиш шунами, анашэм нормалим». Ну, простыми словами говорит, то есть, грубо говоря, другими словами, есть религиозные люди, которых у них души, они отличаются от нормальных чешских душ. «Мишум шээм хавим, хавайот нью хадат». Почему? Потому что они могут переживать какие-то специальные переживания. «Адваримэ ги у лидэйках шэ ум цэа, агдара, эмэдаид кмо эволюционе тлеи вацрут адамэ дати». И вещи дошли, как бы, эти рассуждения дошли до того, что было придумано некоторое специальное научное, я думаю, с юмором говорит, с юмором говорит о том, что было придумано специальное, похожее на какое-то эволюционное развитие, которое привело вот к созданию такого религиозного человека. «Кешэм шээ уфиэ баварарахо ка адам аумэд, омэ эрэктус». Как в прошлом появился на развитии человека и человека, человек, стоящий на двух ногах, по-английски, по-латински называется омэ эрэктус. «Вэлэ ахарафа адам а навон», а после него появился человек, который называется человек здравомыслящий, рассуждающий, омэ садам. Человек разумный. Человек разумный, да, да, да. «Кахбышлав миссиян» точно так же, подобно этому, на каком-то определенном этапе. «Итпадхуд, коль ши бенэ фишадам» проявилось как бы вот на каком-то этапе развития человеческой души. «Шиятсра» это «Хавая датит», которая создала вот такое специальное религиозное переживание. И «Вэйта», это «Адам датит», а вместе с ней появился сам носитель этого переживания, носитель это я от себя добавил, да, который называется «Человек религиозный». И он в скобках пишет, «Рапширкин» пишет «Хомо религиозный». Это, я думаю, он с юмором пишет, но, может быть, действительно так по-наутии, не знаю. Да, вот, значит, были какие-то вот такие, если так можно сказать, эволюционное развитие человека, давайте, который будет специфический человек, у которого специфическое развитие души, который вот способен к таким религиозным переживаниям, а именно вот к такому контакту со Всевышним. Окей? Понятно, что Рапширке все это не нравится, сейчас мы увидим, почему. А мусак «Хавая датит», а именно вот этот термин «Хавая датит», религиозное переживание, ощущение, да, «Убаяти», это проблематично. Почему? Почему? Потому что прежде всего вот такая постановка вопроса, она может послужить для людей, которые нерелигиозны, может послужить некоторой причиной для спасительного бегства или ухода, да, от принятия вызова, принятия вообще смысла религии. То есть, грубо говоря, нерелигиозный человек, да, он вообще не будет обсуждать тему религиозную и тему встречи с Богом, общения с Богом, трансцендентального. Почему? Потому что он скажет, а, ну это для специальных людей, послушай, религиозный у тебя типа на голове, ну нормально, все, а я нерелигиозный, зачем мне это надо, я как бы, я другой человек просто, у меня другой развитий, да, как бы это получается, это я своими словами говорю, да, мне кажется, как бы идея такая, что это не общечеловеческая, это не душа, которая у всех существует, есть какие-то особые люди, у которых есть особое настроение души, они религиозные, они мистики там и так дальше, вот для них это да, а для меня это нет, окей. И могу сказать, то есть человек может сказать, что у меня нет такого чувства, у тебя есть окей там, ты религиозный, у меня нет, значит все, я свободен от этого, да, может таким образом отмазаться. Ну да, потому что Раф Шерки, понятно, что он очень хочет, и он видит в том, что религия, смысл которой встречен со Всевышним, это как бы наследие, или это общий знаменатель всего сущего на Земле. А если мы говорим, что это что-то специфическое только для определенной части людей, у которых вот произошло такое развитие, правильно, например, есть люди, которые хорошо играют в шахматы. Я к таким не отношусь. Почему? Ну, у них какое-то специфическое развитие логики, разума и все прочее. Если мне скажут, почему ты идиот в шахматы не играешь? Я скажу, у меня голова для этого не создана. Все, я отмазался. И точно так же человек, который может сказать, ну, хорошо, а почему ты его там не молишься, а почему ты заповеди не соблюдаешь, почему ты вообще о Боге не думаешь? Скажут, слушай, ну, у меня так голова не устроена, у тебя устроено так, у меня устроено так. Все как с шахматами, правильно? Окей, а Раф Шерки-то не нравится, он хочет как бы показать, что это наследие всего разумного человечества. Разумное, это я в словках сказал. Окей, ну, посмотрим дальше. Дальше. Если мы относимся как бы к религии в целом, что она является переживанием, которое кто-то переживает, а кто-то не переживает, и кто-то чувствует, кто-то не чувствует. Тогда нет никакого смысла вообще, говоря, рассуждать или как-то взвешивать, отмеривать утверждения, которые находятся в, как бы соотносить с утверждениями, которые находятся в основе религии, а именно Кэгон Мэцзиют Ашэн, а именно, что находится в основе, это реальность существования Бога. Окей? Итгалуто левне адамвэот проявления Всевышнего людям и так дальше. Если это подразумевается, что это имеет отношение к этой хвое, которую ощущают только некоторые специфические люди, то они ничего этого обсуждать. Потому что это говорится только для вас, для меня это, у меня, я так не созван, ко мне это не имеет отношения. Окей? Киви яхоль зеу мацав и ши. Вот он как раз это и пишет. Итра получается, как будто, что это некоторое индивидуальное состояние, ши Махаев, ахвэракэдмише, хава, это хавая, хаваё талэла, которое как бы является обязательным, необходимым, либо возможным, это я все говорю, потому что у Равы стоит только Махаев, как бы только обязывает, только того, который переживает это переживание. У Миши Лох хашбайен, а тот, кто этого не ощущает, мы мэра лоша яхквайла, у ла мошель дат, он вообще, в принципе, не относится к миру религии. Все, то есть, он и говорит, ты религиозный, ну это твои заморочки, а у меня этих заморочек нет. Все, я не религиозный, все, окей. Рав Шаркет мне нравится. Но Сафальках, дополнение говорит. Подожди, подожди, тут вопрос про шахматы. А, что шахматы, это я? Да. Ну, то есть, ты говоришь, что голова устроена, да, вот Лена говорит, душа, да, душа, голова. По-моему, это не столь важно, например, Рабин Ахман вообще утверждает, что нашама – это сехель, да, что нашама – высшая душа, это просто разум, да, то, чем ты выбираешь, как бы, какие действия выполнять, добро или зло, да. Ну и в Кабале, собственно, вообще высший уровень души называется голова. Ну да, потом Раф сам говорил, мы же сейчас как бы… Шахматы и молитвы, ну, это разные вещи. Мы сейчас говорим, мы сейчас идем от противоположного, мы же как бы не говорим, как бы, вещи, которые нам кажутся правильными истинными, или как Раф Шерки. Раф Шерки приводит точку зрения, которая, он идет от противоположного, он приводит точку зрения, которая в глазах неправильная, он приводит ее довод, а потом он будет сейчас отбивать. Поэтому я тоже привел шахматы в качестве, ну вот, как бы, от отрицания, от доказания, от отрицания, правильно? Окей. Там же он тоже говорил, что человек, сначала стоит на двух ногах, потом думает головой, вот такое развитие. Поэтому это все в рамках этого было. Окей. Ну да, то есть один орган может уметь играть в шахматы или не уметь. Точно так же и другой орган может, там, душа, условно говоря, да, она может переживать условные чувства или не переживать, да, и то, и другой Раф Шерки отвергает, говорит, что мы не можем... Ну да, он идет, смотри, он идет по Лене, то, что Лена хотела сказать, как я понимаю, что головы людей бывают разные, и там трудно привести общий знаменатель. То есть, интеллектуальные способности людей, они разные. Я не то, что ниже среднего, минимально, как в детстве играл в шахматы, но я совершенно не могу. Вот там другие люди, например, Натан Щеранский, вот я видел, он там многих досках играет, я не знаю, Гаспаров и все прочее. У нас действительно разные головы, просто они разную сторону. Но при этом, при этом подразумевается, это мы забегаем вперед, сейчас Раф Шерки докажет, что касается души, то есть некоторая общая составляющая для всех. И как бы вот эта вот хавая датит, она имеет отношение ко всем. Потому что иначе мы религиозных загоняем в некоторую отдельную вещь, как в шахматистов, и все. И тогда все отбито. Тогда больше не с кем заниматься. Окей? А получается, у нас как бы некоторые секты вот таких специальных людей. Окей? Но он сейчас покажет все. Когда люди будут говорить, что у меня нет религиозного чувства, поэтому я не обязан исполнять заповеди. Вот что получается. Ну да, даже не говорить про заповеди, да, без север заповеди, но как бы вообще переживание. Ко мне это не имеет отношения. Почему? Потому что у меня это как бы у меня этого нет. И все. Хотя по жизни, я думаю, это очень близко на самом деле к действительности. Когда ты возьмешь человека и скажешь, почему ты вот там то-сё. Ну он скажет, ну я там, не знаю, не соблюдаю этот, филины не накладываю, и скажет, или еще что-то. Времени нет, или еще, и пятый десят. Но люди более как бы свободные, либеральные там, они скажут, да нет, просто ко мне это не имеет никакого отношения, я в этом не вижу никакого смысла. Тебе это, ты видишь в этом смысл, да, у тебя есть какая-то хавая переживание. Ну занимайся этим, ради бога, это некий такой либеральный подход. А я в этом никакого смысла не вижу. То есть у меня другая, у меня и голова другая, у меня и душа другая. Все, не имею к этому отношения. Ну вот сейчас, по-видимому, Раф нам будет доказывать, что так, наверное, говорить неправильно. Да? Читаем дальше. Но сафальках, кашеры, асиаха дате, митмаце, битиура, хавая дате. Сейчас, секунду. Мне кажется, мы как бы понимаем мысль Рала, ему не нравится сама постановка вопроса хавая дате. Потому что, если мы начинаем говорить про хавая, у каждого могут свои собственные переживания. Вот из-за этого, из-за этого, тогда религиозность загоняется в некоторую секрую. Я думаю, я думаю, что это очень как бы опасная вещь, когда говорится про хавая дате. Потому что один может лохот, другой может не лохот, не может переживать, другой может не переживать. И все. Итак, в дополнение к этому, каше, россия, хадати, митмаце, битиура, хавая дате. Когда весь разговор религиозный, он весь заключается в описании религиозного переживания. А митсвот ахавая дате. Да, религиозное переживание, либо в соблюдении заповедей. О вход лыцарахим навшиим. Тогда это некоторая потребность души. Да, ну, как бы часть психологии. То есть заповеди превращаются... Да, заповеди превращаются лыцарахим навшиим. То есть, другими словами, я понимаю так, человек говорит, тебе все, каждый еврей должен накладывать филин. А другой говорит, послушай, тебе от этого хорошо, ты утром наложил, филин наложил, все, почувствовал себя хорошо, душа твоя ликует, ты что-то исполнил. Седр, ты получил конфету от Всевышнего. Ну и радуйся по жизни, а мне это не надо, мне и так утром хорошо. У тебя есть сорок навши, у тебя есть некоторая душевная необходимость этого делать. А у меня этого нет. Я и так встал хорошо, мне совершенно замечательно. Я взял телевизор, посмотрел, ватсап посмотрел, вейсбук посмотрел, вообще на небо посмотрел и все. Что не надо этого делать, да? Окей. Получается, что тогда западе а митсво то в ход то цархим на шиим. Тогда западе превращается в необходимость, душевную необходимость. В илоне танла ахиль оттан аль мирхавима шмутим кэгон хевра мишпат и аа и тогда невозможно их как бы применить, осуществить на гораздо более существенные существенные области применения, в смысле не индивидуально личные, а какие? Как общество или сообщество, как юриспруденция, суды, как тихшорот, как это СМИ по-русски называется. Средства массового... Информации. Да, не уничтожение информации, правильно. Окей. Да. Окей. Раф ЖК хочет, да? Неужели Раф хочет, но постановка вопроса какая? Правильная постановка вопроса, что удаизм открывает все сферы жизни. Гораздо более, как он говорит, мы шмутим, чем просто отдельно взятый человек. Тех утром побежал куда-то в рощу, ой, там все, вот он ходит, и у него и мистика, и все, ему такой кайф возвращается, говорит, вау, как я классно начал утро. Замечательно. В тебя он человек, другой говорит, ну, послушайте, нравится бегать там по роще вообще, что-то такое, ты считаешь, что-то откровение, а меня это не волнует. А он говорит, нет, есть еще гораздо больше области, области, которые связаны как бы с человеческим, не только переживанием, вообще проживанием, как сообщество, как суды, как средства информации и так дальше. А если ты говоришь только потребности индивидуальные, как бы психологически, душевные, тогда как это не относится к этому. Окей. Адавар думэ лэагдаротэ, лэагдарататсава, лэагдарататсава, это тавки рабанутатсваи. Да, вот сейчас Раф наезжает, в кавычках говорю, да, на на воинский равенат. Он говорит, это вот такое рассуждение, оно похоже на определение, что такое, какое, какова роль военного равената. Агаф-Ласипук-Цархейдат, Как он называется? Называется это некоторое отдел или подразделение воинское, которое занимается удовлетворением религиозных потребностей. То есть религиозным надо, чтобы была кошерная еда. Значит, воинский ремонт нужно следить, чтобы в армии религиозным солдатам давали там религиозную еду. Или чтобы в субботу проводились только те военные мероприятия, которые могли бы совпадать с аллахом, например, риск для жителей. А просто так нельзя человека, например, религиозного, его гнать, например, на какие-то просто там маневры, которому захотелось участвовать, чтобы они что-то такое там тренировались правильно, стреляли и все прочее. Нет, в субботу это неправильно делать, а правильно это делать только если в этом есть необходимость. И это как бы получается такая очень узкая задача у воинского равената. То есть ланашими своими своими, им ешь сорок, у некоторых определенных людей есть необходимость, которую можно назвать хиссарон, который у них есть как бы, у них есть как бы некоторый недостаток, который надо восполнить. То есть в армии есть некоторый недостаток, недостаток религиозной жизни. Человек не может, как обычно, в субботу, его могут погнать, куаты и все. Это называется хиссарон. Не надо предоставить правильные пути для того, чтобы восполнить вот этот вот недостаток религиозной жизни, который, я сейчас от себя добавляю, да, который есть у людей на гражданской жизни, у них этого недостатка нет. А когда человека призывают в армию религиозную, у них появляется вот недостаточно таких вещах. Рабану должен их восполнить. Но это подобно тому, как людям, которые страдают сахарным диабетом, им надо дать инсулин. Окей. Агдара зуну ват миагиша либералит асоверет. И вот такой подход, он проистекает из либерального подхода, который предполагает шедад и цорах иши. О, что дад, а именно религиозность. Это цорах иши, это индивидуальная потребность человека. Бытоха мирха факлали, внутри некоторого общечеловеческого существования. Шелезраход внутри некоторого общего гражданского сообщества. Вэлониян маути, а не понятие существенное. Я бы сказал, существенно касающееся всех. Окей. Ну, сущностное, скорее. Ну, сущностное, правильно, да, сущностное. Ну, вот, например, в обществе, да, считается, что, например, понятия этические, как себя правильно, хорошо вести. Это же не, как считается, отдельно взятого человека. Это вообще общество в целом должно быть правильное, хорошее, гуманное, либеральное и так, и всяк, и пятое, и десятое. Раф подводит к мысли, что религия – это что-то, что должно быть некоторой основой существования человеческого общества, а не просто удовлетворение нужд отдельных людей, у которых вот есть такая душевная потребность. Окей? Окей? Это было невозможно. Раф Шерки, как и любой другой раввин, особенно такой раввин, как Раф Шерки, он хочет, чтобы вопросы дата, они были вопросы, которыми, вопросы существенными, которыми занимается общество. А они на уровне либеральном, когда человека не сажают за то, что он там в синагогу ходит, как было в наши времена в Советском Союзе, да, вот. А она поговорит, конечно, нет проблем, тебе хочется, ты ходишь в синагогу, другой ходит, в бильярд играет, но Бессадер, когда либеральный, каждый чего хочет. Зачем занимается? Ну, Рау, так не подходит. Рау, он как бы, то, что в современном обществе, да, человек не преследует за то, что он ходит в синагогу, Рау, это недостаточно. Он хочет проблему в синагоге, чтобы это была проблема всего общества. Ну, так я это вижу. Окей? Скорее, не проблема синагоги, а проблема, как бы, закона, да, проблема. Да. То есть, как раз, вот это либеральное, оно хочет сказать, что вот это проблема синагоги, да, то есть, вот вам синагога, сидите там, реализуйте свое религиозное потребное, да. А Рау хочет сказать, что Всевышний сотворил не синагогу, он сотворил мир и прописал определенные законы, по которым этот мир должен существовать. Смотри, опять, я, я, как бы, извиняюсь, потому что я, кажется, упираюсь до идеи. Я понимаю, что, как бы, куда-куда Рау клонит, грубо говоря. То есть, прежде всего, мы все должны поблагодарить, что мы живем в либеральном мире, где в синагогу можно ходить, и где каждый может делать, что хочет. Мы до этого читали параграфы статьи, где было про свободный выбор. Ты не можешь человека заставить и навязать ему религию. Помнишь, был разговор про учителя там в школе, который, если он говорит, что у него ученики как бы не слушаются, это его проблема. Но здесь то же самое. Надо каким-то образом довести до сведений нерелигиозных членов общества, что для них это тоже должно быть важно. Пока ты им это не объяснишь. Объяснить ты можешь только в либеральном мире. Другой инструментарий, инструментарий либеральный, в том смысле, который позволяет выбор. Другого инструментария нет. Раф сам сказал, что если ты навязываешь кому-то, а человек убегает и не учится, то ты не можешь на родительское собрание вызвать родителей и сказать, что ваш ребенок меня не слушает. Они тебе скажут, что ты говори интереснее, он будет тебя слушать. Окей? В общем, мне кажется, такая интересная поставка вопроса. Ну, хорошо, давайте на этом сегодня, может быть, как-то закончим. У кого-то, если кто-то что-то хочет сказать еще, пожалуйста, у нас есть пару минут. Я просто потрясен вот этим последним выводом, который ты сделал о том, чтобы сделать религию обязательной для всех. Но я прямо скажу, это же невозможно. И религию, законы, заповеди. Законы, да. Это же невозможно. Я, по крайней мере, не вижу никаких путей. У нас в обществе полно людей, которые никогда это не примут. Богоборцев, прямо скажем так. Которым сама идея Бога, она... Ну, смотри, я тебе скажу, ведь я могу говорить на примере общества, которое близко мне. Правильно? Я уже в Израиле как бы прожил больше, чем я прожил в России. Поэтому мне как бы даже с руки больше обсуждать про здесь, а не про там. Поэтому как бы каждый обсуждает то, что близко ему. Окей. Вот, смотри, людей есть стремление. Люди ходят, например, в праздники. Суббота. Да, то есть есть какие-то моменты, которые людей привлекают. Но с людьми надо разговаривать. Грубо говоря, первая постановка вопроса о том, что либеральное общество имеет в виду общество, в котором человек может выбирать и средство у тебя, средство убеждения, а не принуждения, это прежде всего необходимые условия. Это необходимые условия. Но мы на этом не останавливаемся. Мы хотим с людьми разговаривать. Мы хотим показывать. Но я тебе просто скажу самый грубый пример. Если не религиозные, увидишь, что религиозные, да, они себя ведут хорошо. Они являются примером. Ну так они пойдут за ними. Это, конечно, пионерский подход, да? Ну как бы так, все, окей. Замечательно, да. С этим я соглашусь на 100%. Вот пора, самый простой вещь. А если человеку будешь говорить, послушай, тебя черти в аду будут жарить на сковородке. Скажет, пошел ты знаешь, куда мисс свои сковороды. Ну и все. И ничего ты ему не докажешь. Либо будешь загонять его этими самыми, либо на эти самые собрания партийные, либо в Синогову, в церковь и все. Значит, тоже не наш путь. Но цель великая, конечно, благороднейшая цель. Да, ну есть одно то, что Раф ставит эти вопросы, понимаешь? Опять мне кажется, что эти вопросы, они очень как бы, если это… Это революционный вопрос. Ну да, смотри, но это общий подход вязанных тип, понимаешь, о том, что религия не замыкается внутри как бы гетто исполнения заповедей для исполнения как бы чего-то, вот каких-то душевных потребностей или все. Он же говорит, гораздо больше мирхавим, гораздо больше как бы аспекты сферы и перечисляет какие – общество, суды и все прочее. Есть религиозные в Израиле, которым совершенно пофигу абсолютно, и те же самые суды и все. Наоборот, они могли. Они вообще бы… Концепцию дальше в Блейноу больше взять на вооружение. Да, 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 да. Спасибо, очень интересно. Окей. Как обухом… Да, Николай, прочитали. Ну смотри, исламские страны, не знаю, это хорошо развито, но с исламом там особая история, особая проблема, я думаю. Хорошо, давайте, может быть, мы сегодня закончим, потому что как у нас время вышло, сейчас нас ибрид будет поджимать. Требущий урок. Ну, что-то мы так продвинулись, пообсуждали. Хорошо? Спасибо большое за урок. Да, всем счастливо, пока. Всего урод-то вот. Хороших новостей. Всем счастливо, да, пока-пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok